Десна ТВ Гвардии сержанту Ивану Новикову исполнилось 95 лет. Организация охраны порядка в новогодние праздники. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Председатели комитетов и руководители муниципальных служб и предприятий первый раз в этом году собрались на совещании у главы города. О том, какие вопросы обсуждали, мы расскажем в нашем первом сюжете. В своем докладе глава отметил, что в новогодние праздники обстановка в городе была стабильной. В целом ситуация в городе благодаря нашей с вами слаженной работе оказалась контролируемой, спокойной, без инцидентов коммунального характера, правоохранительного характера. Противопожарная безопасность у нас вроде была тоже на уровне. Начальник медсанчасти номер 135 Алексей Азаренков доложил, что все службы работали в штатном режиме. Но в связи с резким похолоданием за первую неделю года скорая помощь выезжала на вызовы 499 раз. Гриппа на территории города не зафиксирована. В своем отчете генеральный директор МУП ККП сообщил, что коммунальные службы в празднике работали круглосуточно и аварийных ситуаций за эти дни не было. Председатель комитета по культуре пригласила всех на закрытие городской елки и сообщила. И 14 января в 16.00 мы приглашаем в городской центр досугу, где состоится открытие кубков команд школьной КВН-лиги города Десногорска. Участвуют все школы и Дом и творчество. То есть приглашаем всех. Все остальные городские службы также в празднике работали в штатном режиме. С 1 января 2017 года вступили в силу новые правила государственной регистрации маломерных судов. Теперь государственная регистрация маломерного судна осуществляется по заявлению гражданина Российской Федерации, юридического лица или уполномоченного им лица. Госрегистрацию проводит подразделение ГИМС МЧС России. Реестр маломерных судов ведется на бумажных носителях и в электронном виде. Каждому зарегистрированному судну присваивается идентификационный номер, который наносится контрастным цветом на обоих бортах судна. С 1 января запущен Федеральный реестр инвалидов. Его оператором назначен Пенсионный фонд России. Предполагается, что он поможет в трудоустройстве людей с ограничениями здоровья. Для формирования реестра была разработана информационная система, в которой предусмотрен для каждого инвалида доступ к личному кабинету. В нем будет отражаться информация о выплатах, мерах поддержки, о ходе реабилитации. Кроме того, как заявляется, через личный кабинет у инвалида будет обеспечено получение государственных услуг в электронной форме и при необходимости подача жалобы. Смоленские спасатели отмечают увеличение пожарной угрозы с начала Нового года. Пять человек за сутки погибли в результате пожаров в Смоленской области. Еще один получил серьезные ожоги. Трагедии произошли в Ельнинском, Руднянском, Вяземском и Гагаринском районах. Причинами послужили неисправность печного отопления, замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем. По всем случаям проводятся доследственные проверки. В Десногорске огнеборцы подвели итоги за 2016 год. В период празднования Нового года на территории города Десногорска чрезвычайной ситуации и пожаров не зарегистрировано. За 2016 год на территории города Десногорска произошло 16 пожаров, что соответствует уровню 2015 года. Гибели и травмированные людей недопущены. Основными местами возникновения пожаров явились. В здании жилого сектора 9 пожаров, транспортные средства 5 пожаров, другие объекты 2 пожара. Основными причинами возникновения пожаров явились. Нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования 4 пожара, неосторожное обращение с огнем 3 пожара, поджог 1 пожар. Нарушение правил устройства эксплуатации печей и дымоходов 4 пожара, неисправность деталей узлов механизма транспортного средства 4 пожара. Инспекторским составом проведено 19 проверок, 16 плановых, 3 внеплановых. Из-за нарушения требований пожарной безопасности привлечено 20 физических лиц. В канун новогодних и рождественских праздников 8 жителей нашей области, которые пострадали на производстве в результате несчастных случаев, получили новые автомобили. По программе фонда социального страхования новые «Лады-гранты» перешли в распоряжение жителей Смоленского, Ярцевского, Рослевского и Вяземского районов. Всего же за год фонд социального страхования бесплатно передал автомобили 13 смолянам. Для удобства водителей-инвалидов все автомобили оснащены индивидуальным адаптированным механизмом управления. Смоленские пенсионеры получат единовременные выплаты в размере 5000 рублей после новогодних каникул. Доставка выплаты через почтовые и альтернативные службы доставки в регионе будет осуществляться с 13 по 22 января. Выплата будет производиться тем же способом, что и доставка основной пенсии. Если гражданин получает две пенсии, одна из которых назначена силовым ведомством, то единовременная выплата будет производиться пенсионным фондом. 5000 рублей будет перечислено всем смолянам, являющимся пенсионерами на 31 декабря 2016 года. Иван Григорьевич Новиков родился в Рослевском районе. В мае 41-го ушел на фронт и вернулся в 46-м. Участник Сталинградской битвы. Освобождал многие города, в том числе и свой родной Рослев. 10 января он отмечал свой юбилей. А исполнилось Ивану Григорьевичу ни много ни мало, а целых 95 лет. Несмотря на это, юбиляр, что называется, в здравом уме. И на своих ногах встречал гостей. Поздравить его пришли глава города Вячеслав Сидунков, его заместитель Сергей Тощев, депутат городского совета Николай Фомин, представители совета ветеранов, отдела социальной защиты, совета солдатских матерей и представители военного комиссариата. Все они поздравляли юбиляра, желали здоровья и бодрости. С благодарностью вспоминали его долгий героический путь по дорогам Великой Отечественной. Завершился визит гостей коллективным фото на память. За новогодние праздники на территории региона сотрудниками госавтоинспекции пресечено свыше 600 грубых нарушений правил дорожного движения. Задержаны 24 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 7 из которых отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Всего в новогодние праздники в регионе произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3 человека. Полицейские Смоленской области обеспечили охрану общественного порядка во время празднования Нового года и Рождества. В новогоднюю и рождественскую ночь и по всей территории Смоленской области прошли организованные массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года и Рождества Христова. В них приняли участие много смолян. В эти праздники для обеспечения общественного порядка были задействованы более тысячи полицейских, народных дружинников, работников частных охранных организаций и казаков. У МВД России по Смоленской области в полном объеме реализован комплекс организационных и оперативно-производительских мероприятий по обеспечению безопасности граждан общественного порядка в указанный период. Благодаря принятым мерам чрезвычайных происшествий и нарушению общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий не допущено. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из алкогольного пива в список подакцизных товаров не вошло. Например, на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, ставки увеличены до 36 рублей за литр, на 10 рублей. Ставки на шампанское из российского винограда до 14 рублей за литр, всего на 1 рубль. При этом размер акциза на вина из российского сырья останется неизменным – 5 рублей за литр. А ставка акциза на вина иностранного производства вырастет с 9 до 18 рублей за литр. С 1 января в России начинает поэтапно повышаться пенсионный возраст для чиновников. Ежегодно по полгода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В Государственной Думе поясняют, что инициатива направлена в первую очередь на сохранение квалифицированных кадров и даст возможность желающим работать как можно дольше. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин